Добрый день! Всех приветствую! Сегодня намечается анбоксинг. Анбоксинг не маленький, но ради только одной головоломки, поскольку остальные вы уже видели. Коробочки пока не видно, а все потому, что она вот такая. Достаточно большая коробочка. Что же в ней? Я очень надеюсь на то, что в ней как раз то, что я заказывал, а это должны быть мегаминксы. Раз мегаминкс. Станция. И куча тряпок. И еще. И еще. И еще. Вот теперь все. Что же это у нас есть? Здесь у нас 7 мегаминксов. Среди них 6 одинаковых. Я их заказал для своих кошельников. Это Чихенг, как называется, от компании Мафанг. Вот такой. Я считаю, пока что улучшим бюджетным мегаминксом. Ну, тут мегаминкс от компании Цикланбойс. Компания Цикланбойс впервые выпустила Додекаэдер. Насколько я знаю, они любят копировать чужие головоломки и производить их по более дешевой цене из более дешевых материалов. Ну, посмотрим, что за мегаминкс. Ну, Чихенги я распаковывать, наверное, не буду. Есть тут такой. Более дешевая копия Мегаминкса X-Mine Galaxy. Очень хороший. Пока что лучший. Так, заклеим и скотчим. Упаковочка похожа на упаковку от трешки, которая была недавно. Такое окошко прозрачное. Кстати. Строение. Но там был такой стеклянный бокс. Тут же все в пластике. Сам мегаминкс. Там внутри еще инструкция. Вылезать что-то не хочет. Так. Мегаминкс в виде глянцевый. Глянцевый, глянцевый. Очень гладенький. Мы видим, что на угловых элементах сразу в глаза бросается. Есть такие вот выдавленные поверхности. Ну, то есть, сейчас очень популярная форма элементов. Вот на Чихенге здесь выдавлены и угловые, и реберные. Ну, также на X-Mine, на второй версии, на X-Mine, на X-Mine, на X-Mine, на X-Mine, на X-Mine, на X-Mine и на X-Mine. Ну, там бортики еще. Ну, как на X-Mine сделаны бортики. Да, то есть, не вдавлены, а просто выпуклости. Ну, как когда-то надояние. Здесь на угловых. Ну, в принципе, на реберных они были особо и не нужны. Вращаем их все равно за углы. Ну, кстати, очень гладенькое вращение. Очень легкое вращение. И очень приятное вращение. Давайте оценим цветовую схему. Сравним с хорошими бюджетными мегаминксами. Я, правда, еще вторую версию X-Mine мало потестировал. Машина превзойдет в чехенах. Не знаю. Так. Поставим таким образом, чтобы все одинаково было. Ну, честно. Одинаковая цветовая схема всех мегаминксов в цветном пластике. Компания Циклонбойс выпустила только цветной пластик. Версия с наклеек. С наклейками у них отсутствует. Ну, возможно, это и хорошо. Давайте перемешаем. Неужа прямо. Хочется его попробовать собрать. Очень быстрый. Очень гладкий. Если вы смотрели мой анбоксинг по тромагнитной трешке Циклонбойса, он тоже был очень-очень быстрый. Потрясающе. Папа расхлябанная. Конечно, не дотягивает до топовых трешек. Но среди бюджетных, а еще магнитных, вполне неплохо. Задумывайте. Угл трешет вообще. Вполне комфортно. Вращается и быстро. И, кстати, вот эти вдавленные поверхности в палец попадают. Вернее, палец в них. Достаточно удобно. Очень-очень неплохо. Давайте попробуем собрать. Сейчас как-нибудь немножко разверну, чтобы немного видеть мегамикс. Мегамикс – это вещь хорошая. Мегамикс я люблю. Немножко получается их собирать. Комфортно. Очень-очень комфортно. Здесь вот эти вот вращения достаточно быстрые. Так. Я отвлекся. Ну, к нему, видимо, нужно привыкнуть. Иногда вот за легкостью вращения не основными пальцами сдвигаешь ненужные грани. Вот так вот пара очень даже хорошо ставится. Ну, возможно, он будет конкурировать с мегамиксом от Мофанга. Я такое не отрицаю. Очень хорошая бюджетная версия. Посмотрим, как он себя покажет на практике. Хотя обратная резка. Глов. Ну, совсем нет ее. Давайте сравним. Ну, в принципе, ее там не было. Сейчас просто почувствовалось. Так. Ну, что мы тут собрали два слоя. Кстати, он голубой, фиолетовый. А нет, такой же. Ну, такое ощущение, что вот здесь, фиолетовый немножко посветлее. Видно, где-то на камере. Так. Ну, да ладно. И вполне можно собирать, ну, за минуту и меньше. Блять, автонные, конечно. Или сравнивать с тем же Даяном. Ну, с Даяном уже ГРФ сравнивать. Может, на доработанный он, может, и неплохо. Но сейчас уже устарел нещадно. Весьма неплохо. То есть, нет никакого такого дискомфорта. Он крутится с коробки лучше, чем Yuxin на некоторых, на серых, по-моему, поверхностях. Видны вот такие вот полосочки, не знаю, это особенности литья или что это, или дефект. Видно здесь. Вот что-то такое есть. Последний слой идёт крайне хорошо с вагонами-комментаторами, и я доволен. Как бюджетный Megaminx. Он из коробки крутится лучше, чем Mojo Aohun. Гораздо лучше. Обязательно его покручу в ближайшее время. Возможно, у него там есть какие-то минусы, которых я сейчас сразу не вижу. Некоторые цвета, да, чуть-чуть посветлее. На камере даже видно. Но вполне-вполне себе достойная модель. Компаница Combois очередной раз порадовала. Вещь. То есть, это вполне как вариант вот этим двум Megaminx. Вполне альтернатива. Не видел их пока в российских магазинах. Может, уже есть. Но к моменту выхода видео наверняка уже будет. Сколько там сейчас у меня уже, наверное, пять отснятых инбоксингов, которые я еще не публиковал. Недельки через две только появится на канале. Но если он будет в одной цене с этими Megaminx, то смело можно выбирать его. Опять же, это только предварительное мнение. Но пока он очень быстрый. Да, к нему нужно привыкнуть, чтобы лишние грани не поворачивались. Но они у меня могут повернуться и на Galaxy. Да. То есть, на любом топовом, наверное, больше неаккуратен. В общем, лучше сравним. Да. Быстрее, чем Чихенг. И он, конечно, шумноват, но не настолько, чтобы это не как Yuxim. Yuxim шумнее. Хотя это вторая версия, она потише. Конечно, это версию взял. Вполне. Вполне хороший Megaminx. Можно брать. На этом, наверное, и все. Собирайте Megaminx. Всем пока.